Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Да, у меня был такой максимальный перерыв в YouTube-канале. Большое вам спасибо, что не отписались, а наоборот, даже некоторое время подписывались на мой YouTube-канал. К сожалению, с некоторыми ситуациями, которые происходили в моей жизни, да и вообще всё, что произошло с февраля этого года, наверное, у каждого много чего изменилось, но я уже поукладывала свою жизнь, как говорится, по полочкам, разложила всё, поустанавливала и всё-таки решила дальше продолжать заниматься YouTube-каналом, дальше его развивать, потому что это первый инструмент в моей жизни был, когда я начинала помогать людям, и это получалось. Конечно же, большая часть жизни сейчас у меня происходит в Инстаграме, поэтому если вы ещё на него не подписаны, то обязательно подпишитесь, там очень много выходит разных законов, а также нюансы по поводу легализации иностранцев на территории Польши, не только граждан Украины, а также других стран, поэтому для многих он будет актуальным. Многие любят читать, а некоторые любят просто включить и слушать. Поэтому мы будем продолжать, чтобы вы слушали и получали максимально правильную информацию. Что касается июля, это самый жаркий такой месяц по поводу законов и поправок. Очень много разных изменений происходит в течение этого периода, и, конечно же, многие люди просто не успевают следить за всем, и не понимают, когда в итоге вошло, когда закончилось, когда уже вообще ничего не действует. Поэтому разберёмся. Первое самое популярное изменение, которое начала и такой бум сделала в июле месяце, это то, что с 1 июля 2022 года банки имеют право давать информацию в ужин скорбовый о наших телодвижениях на банковском счету. Что это означает? Это сделано с целью такого, чтобы не было оборота грязных денег, да, то есть пранепиненс, как говорится. Всё, что требуется от нас, это легальные обороты денег. То есть, если даже и кто-то вам перечисляет определённую сумму денег, то должен обязательно быть титул в шелеву, то есть должен быть назначение этого платежа, например, на презент, либо за коллация, либо же пожичка, либо за щелание, то есть правильное использование слов в назначении платежа. И тогда, конечно же, у нас проблем никаких не будет. До 15 тысяч евро, я вам уже когда-то об этом рассказывала, банк может просто узнать, откуда у вас эти деньги, но свыше этой суммы банк имеет отправить информацию в Ужин Скорбовый, чтобы уже Ужин Скорбовый занялся вами и узнал, откуда у вас такая сумма денег. Конечно же, это всё не просто так контролирование банковских счетов и налогов и так далее. Конечно же, это всё наш любимый новый лад. Я думаю, что многие люди, которые здесь живут давно, да и вообще, может быть, даже с прошлого года, все наслышаны об этом новом ладе, и он уже 500 раз менялся, 500 раз бухгалтера не успевают понять в итоге, что они должны делать, как фирмы должны платить налоги и так далее. Это вроде-то смешно, но с другой стороны не очень, потому что запутываешься в этом налогообложении, и в итоге не понимаешь, кто зарабатывает, а кто просто тратит на этих налогах очень большие деньги. Изменения с 1 июля – это то, что налоговая ставка снижается с 17% до 12%. И сейчас, наверное, многие скажут, окей, и что, какое изменение? В принципе, сильно теоретически изменений никаких не будет. Единственное, что, когда вы будете перерасчитывать свой ПИД 37 в следующем году за предыдущий год, вы получите перерасчет с января месяца по июнь месяц, потому что у вас там платилась ставка 17%. Возможно, многие из вас обратили внимание, что на умове зацения зарплата уменьшилась, на умове опрации наоборот она немножко увеличилась. Я вам скажу честно, это все такие а-ля махлёйки нашего государства, точнее, польского государства, которых нам до конца все равно не понять. И когда мы приходим к бухгалтеру уточнить, что, зачем мы платим, куда это идет, то, если честно, практически каждый бухгалтер до конца не знает в итоге, плюс это или минус. Зарабатываем в итоге мы больше или все-таки меньше. Поэтому детально уже по поводу налогов мы узнаем только при расчете наших ПИДов 37. Финансовая помощь 40 злотых. Об этой помощи тоже определенное время был бум. Многие сейчас до сих пор еще не получили помощь, хотя иностранцы уже не живут. Что это за помощь? Это финансовая помощь для граждан с Украины, которые бегут от войны. И, значит, для тех граждан, которые берут их к себе на жилье, бесплатное жилье, также дают им еду, тем самым украинец не платит за жильем, а человек, который принимает его, неважно какой национальности, то ли это будет поляк, то ли это тоже будет иностранец, получает 40 злотых компенсаций за каждый день, за каждого человека, который проживает у него по адресу. Максимальную выплату денег можно получить за 120 дней проживания, фактического проживания гражданам Украины на территории Польши. То есть, если иностранец прожил, например, только 10 дней, то вы можете подать заявление после фактического проживания за 10 дней. Если он дальше продолжает жить, то можете последующие месяца. С 1 июля больше продлеваться на 120 дней не будет такая финансовая помощь, но если человек, например, приехал 1 июля, то вы можете подать максимально до 120 дней. Но, конечно же, в поправках к уставе есть ряд исключений лиц, которых можно пользоваться данным пособием, можно так назвать 40 злотых, больше чем 120 дней. Это беременные женщины, это женщины, которые ухаживают за своими детьми до 12 месяцев, это лица инвалиды и также это люди пенсионного возраста. Поэтому, если такая категория людей проживает под вашим адресом, либо же вместе с вами вы являетесь опекуном таких людей, то вы можете подать в ужин гмины на данное пособие 40 злотых, больше чем 120 дней. На какой определенный период времени это уже решает гмина. Также, когда эти будут выплаты, конечно же, кто решает гмина. В связи с военной ситуацией у нас в Украине, многим украинцам сейчас государство помогает очень сильно. И не только финансово, не только документально. Все мы прекрасно знаем, что граждане Украины имеют право работать легально на территории Польши. Даже те, которые жили на территории Польши до начала военных действий, то есть до 24.02, имеют право работать украинцы на территории Польши без разрешения на работу. Также открывать деятельность свою, получать пособие, как поляки и так далее. Но очень много разных помощей, таких в виде, как, например, финансовая помощь для медиков до 4,5 тысячи злотых максимально. То есть вы можете подать на такую финансовую помощь в течение 3 месяцев по 1,5 тысячи. Эта сумма будет вам а-ля дотации, помощью для покрытия расходов на аренду жилья, допустим. И вам нужно будет приложить документы, показывающие, подтверждающие, что вы снимаете, арендуете жилье, вы являетесь медиком на территории Польши, тогда сможете получить такую финансовую помощь. Все детали по поводу финансовой помощи для медиков я вам оставлю в инфобоксе, поэтому обязательно пользуйтесь инфобоксом. Там оставлю еще краткую информацию по каждому пункту, о котором мы сегодня с вами проговорили. Ну и также информация есть у меня еще в инстаграм-канале, поэтому если вы еще не подписаны, то обязательно это сделаете. Если вы скажете, что только все об украинцах, нет. Два изменения, которые касаются граждан Беларуси, у меня тоже сегодня будет. Первое, самое нашумевшее, это виза Д-21. Виза Д-21 это виза, выданная целью гуманитарной помощи. На основании такой визы вы сможете уже с 9 июля в каждом воеводстве в отделе иностранцев подать заявление на временный вид на жительство, который выдастся вам на 3 года с доступом к рынку труда. Никакой оплаты за данный вид на жительство побираться не будет. Есть один нюанс, что после того, когда вы получите данный вид на жительство, вы не сможете выехать в свою страну. То есть это выдается только исключительно для граждан Беларуси, которые не могут вернуться в свою страну в связи с политической ситуацией. Пакет документов самый простой. Это внесок на часовый побыт, и вы обозначаете там пункт инне околичности, то есть виза Д-21. Дальше 4 фотографии, 3,5 на 4,5, копия всех страниц паспорта, даже пустых. И все, больше ничего не нужно будет подавать. Никакую не страховку, не договор на работу, не договор на жилье. Конечно же, возможно, пакет документов может отличаться от разных поевоз, но стандартный пакет сейчас самый минимальный, только такой. Все те, кто имеет визу Д-21, либо же она закончилась на территории Польши, вы имеете право подать на временный вид на жительство на 3 года с доступом к рынку труда. И уже с 1 января 2023 года такие люди, которые получат данный вид на жительство, смогут претендовать на польский документ. Также с 1 августа 2022 года граждане Беларуси смогут получить гуманитарную визу в Варшаве, а с 1 сентября смогут получить гуманитарную визу еще в дополнительных городах, как Люблин, Познань и Белосток. Также у граждан Беларуси изменились условия получения польских виз в своей стране для посещения Польши. Что это означает? Если оба родители имеют разрешение на работу и открывают рабочую визу, то дети имеют право получить сопроводительную визу без каких-либо дополнительных документов и не нужно будет подтверждать факт, что родители уже работают. Но если же, например, один только родитель имеет разрешение на работу, то чтобы семья получила сопроводительную визу, нужно будет подтвердить несколько моментов. Первое – это предоставить разрешение на работу, а также трудовой договор, где указано, что вы уже начали работать. Второе – это предоставить договор на жилье, что есть где жить. И третье – это приглашение от лица, которое работает на территории Польши, заверено у польского нотариуса. Только на основании таких документов члены семьи смогут получить сопроводительную визу для того, чтобы въехать на территорию Польши. Конечно же, коснулись правила выдачи еще разрешения на работу, точнее стоимости разрешения на работу. Теперь все виды разрешения на работу, то есть такое, как освещение, заизволение типа А и Б, стоят 100 злотых. Также для граждан Украины, если раньше, когда граждан Украины приступал работать на территории Польши, нужно было сообщить в течение 14 дней о начале его работы и все, больше ничего не делать, то сейчас уже появились изменения, где работодатель должен указать не только то, что приступил работать у него граждан Украины, но еще также указать количество часов в месяц, либо в неделю, а также ставку данного иностранца. Все эти заявки подаются через сайт Praça.gov.pl. Ну и также напоминаю вам, что иностранцы, которые работают как водитель-дальнобойщик, имеют право получить временный вид на жительство по ускоренной программе. Все, что вам нужно, это подать в вашем воеводстве весь комплект документов и потом уже написать на специальный мейл, в каждом воеводстве он отдельный, по поводу тру-мяса я вам его оставлю в инфобоксе, написать мейл о том, что вы ожидаете временный вид на жительство и просите их, чтобы ускорили процесс рассмотрения вашего дела в связи с тем, что это препятствует вам работать за границей как дальнобойщикам. Ну и самое большое изменение, которое появилось недавно совсем на этой неделе, это касающе карт поляка. Что касается карт поляка, теперь каждый граждан, без разницы Украины, России, либо Беларуси, сможет подать комплект документов на территории Польши. Раньше это можно было сделать только гражданам Беларуси, все остальные могли сделать это в своей стране. Карта поляка выдается на основании польского происхождения, либо же если вы в своей стране были три года волонтером в польской общине. Также не забываем, что для того, чтобы получить карту поляка, нужно будет сдать экзамен о подтверждающем польское происхождение, и уже на основании карты поляка вы сможете получить сталый побыт, а также финансовую помощь по карте поляка, и после года на сталом побыте сможете получить гражданство. Всех этих деталях я немножко буду позже рассказывать, потому что данный закон вступает с 1 августа, и уже ближе к этому времени мы узнаем, какие конкретно нужны будут документы. Также на территории Польши можно будет продлить карту поляка, если оно у вас заканчивается, либо закончилось. Так что следите за новостями, и не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо большое, что сегодня были вместе со мной, надеюсь, что больше таких перерывов на YouTube-канале у меня не будет. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро уже в следующих видео, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok